здравствуйте всем и добро пожаловать в мои джунгли сегодня я решила показать мою зеленую группу это то что я выращиваю за окнами у меня решетки и я просто ставлю цветы на решетки они растут на открытом солнце почему стащила сюда на стол потому что вчера у нас налетели такие огромные тучи и были они такие черные я подумала что будет град и я уже выращиваю очень много лет цветы за окнами и у меня было такое что градом цветы била и потом конечно там порванные листья и я всегда рада когда если вдруг вот такой дождь с грозой и градом налетает когда я дома представляете когда тебя нет дома ты ничего не можешь сделать цветы свои спасти вся питания с порванными цветами листьями и в общем да зрелище не очень хорошее поэтому вчера испугавшись что может быть дождь с грозой я цветы все затащила а затащивши я конечно начала все листья протирать потому что экология отвратительная в общем листья все становятся грязные со временем и в общем помните этот цветок рео который я показывала где-то в начальных видео то что я его приобрела ну как приобрела нашла буквально вот под окнами школы я значит его посадила и вот сентября месяце вот это столько зеленых деток он дал я отсадила уже по весне вот это все цветок рео это столько он деток дал еще там она есть деточка в отдельном горшочке растет с цветами литниками вот и видится это те цветы которые родина их азия они произрастают в таких странах как видно тайланд лаос камбоджия это те цветы которые у них растут как сорная трава на улицах они это тропический цветок абсолютно любящий солнце они вот таким образом загорают на солнце становятся двуцветными и они зарастают огромной шапкой знаете ежиком таким и вот они посмотрите как у меня вот какие то уже вот своих деток дают то что я детки отсаживала не уже вот такие большие в росте а а вот они деток уже дали своих две там детки сидит а вот третья детка уже ну в общем вот этот материнское было растение которое садила это она так за зиму мне столько деток понадавала вот она еще здесь деток растет я и говорила этот цветок рео страмительно стремительно растущий цветок знаете просто зелени неимоверное количество он зарастает очень быстро тропический и стремительно растущий и его еще также называют колыбелью моисея но не могу я жить без вот разного количества цветов вот знаете я уже выращиваю очень много цветов мне очень нравится когда окна выглядят вот знаете так растят в средиземноморском климате обычно цветы они их растят за окнами там у них целая целые просто клумбы растут вот мне так нравится чтобы именно как клумба выглядела прямо на окне поэтому цветы у меня разные за окнами и летниками я их перемешку вот так мешаю чтобы зеленая масса мешалась цветочками цветущими такими как петуния и вот здесь вот это другой уже цветок вы знаете это такой же цветок который вот я мне его дали он был как зеленая традисканция наши люди не понимают что это тропические цветы им нужно абсолютное солнце вы знаете вот они у меня стоят на окнах настоят на западном окне где приходит солнце после трех часов и до семи ну просто жарит неимоверно и ничего вот с ними они вот так загорают на солнышке вот вот такая становится фиолетовая масса они очень быстро растут они такие становятся я вот не могу еще показать еще он так не набрал тем более щас листья протерла вот они прямо знаете такой у них становится налет вот такой белесый на листьях знаете они такие фиолетово-белесые такие как как ворсиночки у них показать ты не могу все протерло они вот и когда протераешь они немножко теряют вот эту белизну на листьях вот такой белесый налет и знаете тоже зарастет шапка это не вот еще мелкие они такие крупные вырастают в общем это вот к нашим людям из снг которые вот знаете все цветы прячут за окнами вот они прям боятся вот знаете притеняют свои цветы вот у нас орхидеи я живу в в общем рядом степи понимаете джара до 38 градусов у нас стоит вот в нашем доме орхидея вот я все за ней наблюдала думала что она у них сгорит на солнце все прошлое лето простояла на южном окне у нас доходила температура до 38 градусов ничего не сгорела у нее там один листочек подпалился у нее на втором этаже живут я просто ходила все смотрела на втором этаже чуть-чуть один цветочек у нее подпалился знаете есть болезни у орхидеи это я смотрела на западных сайтах которые маскируются под ожог но не может быть знаете вот ожог вот солнышко же вам представляется но жарит во все окно если сгорят орхидеи у него все сгорят от солнца они просто сварятся на солнце вот увидят пятнышко желтое и говорят эта орхидея сгорела на солнце нет это ну знаете если они у вас горят у него все сгорят солнце не не действует в одну точку понимаете солнце бьет на все окно и поэтому не вас просто сварятся вы знаете на иностранных сайтах давайте вот как бы вам эта информация абсолютно недоступна потому что многие не могут зайти на иностранные сайты почитать на профессиональном уровне вот эти тексты и узнать что знаете как легко определить солнце вашей орхидеи сжигает или нет они говорят легко иностранные специалисты вы подходите берете вот так листок орхидеи если он горячий значит солнца очень много если цветок теплый абсолютно как температура ваше тело никакого ожога не будет вы проверьте вот в самый час пик в на вашем окне подойдите вот так все листья потрогайте если они не горячие то орхидея ваша ожог не получает я вот смотрю все подряд притеняют я живу на широте нью-йорка это ну это супер теплый климат ящик ну на зимой бывают да у нас зима в среднем температура 0 градусов зимой среднем и плюсовые бывают да им и бывает до минус 20 выходит но средняя температура 0 градусов зимой вот летом у нас доходят как правило до 38 практически все лето держится температура 33 градуса и никаких ожогов за прошлое лето у меня стояли орхидеи на западном окне они ожогов не получили еще раз как проверить орхидею эта информация новая это еще не на одном канале русскоязычном нет потому что эта информация с англоязычных сайтов я свободно говорю на английском я могу прочитать я могу все тонкости узнать как определить орхидея ваша получает ожог на окне и может ли орхидея получить ожог на окне подходите в самый разгар солнца когда у вас пик солнечной активности на окне у меня орхидеи абсолютно не притяненные стоят ими растут часть на восточном окне часть на и в двух комнатах на западном окне растут на западном окне у меня только в одной комнате подоконник а второе окно там получается через штору идет через тюль вот и но есть стоят на западном просто под открытым солнцем там у меня достаточно много орхидеи стоит но все окно стоит и как определить вот эти цветы тропические они любят загорать на солнышке не прячьте цветы свои я показывала хлорофит у меня начал двуцветить потому что у меня стоит на открытом солнце у меня стоит за окном на открытом солнце на западном окне да у нас еще на удивление живу на широте и нью-йорка но на удивление еще не было 33 градуса я смотрю в россии уже было 35 но тем не менее у нас южные регионы ничего мне не сгорает я удивляюсь как на северных широтах на окнах сгорают орхидеи но я удивляюсь честно вы просто не жили на уровне нью-йорка по широте когда у нас плавится асфальт и летом ничего не горит я смотрю постоянно видео из флориды где вот девушка там у них есть во флориде американка у нее орхидеи на деревьях растут у нее тропики флорида что такое флорида летом 33 не больше а зимой плюс 18 там круглый год тропики там круглый год лета до 18 градусов плюс 18 это зимой у них а 33 летом вот так круглый год держится от 18 до 33 все то есть у нее она выращивает орхидеи на пальмах на деревьях своих и ничего не горит я не удивляюсь как у вас горит на окнах вот я смотрю все притеняют я еще в том на прошлом своем канале я говорила что я ходила вот целое целое лето ходила у нас там есть окно у меня нет южных окон у нас в нашем доме есть южное окно и стояла орхидея на втором этаже просто лошадь выросла вы знаете у нее они еще видать вы знаете люди бывают живут у них единственная орхидея явно вот им подарили они не занимаются особо вот эти цветоносы у них всех не обрезанные стоят она вот знаете уже там целую у них уже там ветки вот такие цветоносов она видать каждое лето у них цветет и у них прям ветки вот этих цветоносов прям вот знаете как объяснить как веник целый из цветоносов вот этих которые отсветшие они их не обрезают я все ходила думала ну сгорит же ну вот уже август месяц и вот смотрю в августе у нее чуть-чуть подпалинка была на листике и все я не понимаю как у вас горит честно вот цветы которые за окном растут еще раз у меня хлорофитум всегда растет за окном на западном окне под самым солнцем с трех часов до семи часов но у меня правда деревья тоже есть такой получается знаете рассеянный солнечный свет но он бьет на настоящим солнечным светом то есть у меня нет такой теневой прям стороны что там деревья все те оттеняют нет вот они растут а смотрите ничего не горит они вот так на солнышке тропические цветы не любят солнце нельзя тропические цветы прятать и вот они вот так загорают на солнышке вот этот цветок когда я подобрала он был вот вот такого цвета знаете он даже с той стороны вот видно там на видео первым где я выкладываю их они были вот такие светло-зеленые вот не понимают люди что их нельзя на в тени выращивать это тропики вот у них стоял на окне в темноте и он конечно не вырос они взяли его выкинули бы что за вообще вы еще вот такой вот знаете длинный вырос стебель потому что ему солнца не хватало они должны шапкой расти вот видите и поэтому кто орхидеи притянет еще раз совет от западных экспертов чтобы определить получает ли ваша орхидея ожог вы подходите в разгар солнце солнечной активности на вашем окне и трогаете листики если они теплые не горячие орхидея ваш ожог не получает если они горячие вот вот вы же вы знаете что такое нагреться когда поверхность нагревается если он горячий орхидея ваши получает в этот момент ожог и вы тогда ее убираете притеняете что там делаете но я хочу еще раз сказать я видела на профессиональных сайтах по болезням орхидеи болезнь которая абсолютно выглядит как солнечный ожог я дам когда-нибудь ссылку или сниму видео ссылку дам ну как бы может видео сниму на этот сайт все равно вы по-английски не сможете понять я покажу что там реально вот есть такая болезнь которая маскируется под солнечный ожог она выглядит абсолютно вот если я бы не зашла на этот сайт я бы тоже как вы думала что это солнечный ожог но там есть такая болезнь это бактериальная или вирусная по-моему бактериальная это какая-то ну вот вот такие вот значит новости вот эти все цветочки у меня будут расти за окном они уже растут за окном вы видите результат если в доме выращивать они будут светло зеленые даже уже показать не могу потому что нету они у меня все вот такие вот видите еще листику такой зеленый остался вот это вот зимой они мне конечно солнце недополучает и он вот такой вот зелененький но на солнышке они вот такие вот загорают они любят это у меня два цветка которых я называю любя загар нет и хлорофитум стоит абсолютно на солнце знаете какой хлорофитум классный вырастает когда вы выращиваете его на солнце это тропические цветы не держите их в тени не притеняйте их вот вот этот вот этот цветок нельзя выращивать знаете как определять вы посмотрите вот вот вы его трогаете когда листочек он вот такой гладенький да тоненький вот это вообще легко сгореть на солнце вот эти вы знаете их когда трогаешь листики они плотные понимаете вот эти которые листья плотные не никогда у вас не сгорят на солнышке это ну вид тропических вот таких цветов вообще я знаете я выращивать цветы уже лет 30 и я чего только не выращивала я 10 лет выращивала суккуленты ну в общем ладно это следующих видео пока